В связи с летними каникулами и сезоном путешествий, школа иностранных языков Language Lab решили организовать для своих учеников и учащихся в видновских школ увлекательную игру. Но для того, чтобы выиграть в ней, ребятам было необходимо задействовать все свои знания в английском языке. Квест назывался «Потерянный в Лондоне». Детям предстояло пройти различные испытания в воображаемых точках Лондона, говоря на английском языке. Всего шесть испытаний – музей, пикник, кинотеатр – и это лишь часть обширной программы квеста. В большинстве своем дети очень много изучают академический английский язык в школе из-за того, что им нужно сдавать экзамены. Но, как правило, когда они приезжают за границу, они сталкиваются со сложностями, они не могут там объясниться. Именно для того, чтобы они разговаривали, почувствовали себя комфортно, мы проводим это мероприятие. Из-за погодных условий, а в день проведения квеста на улице шел сильный дождь, ряд испытаний пришлось перенести в стены историко-культурного центра. А вообще, по замыслу организаторов, видное должен был стать площадкой для игры. Мероприятие организовали при поддержке народной дружины, ведь без совместных усилий квест такого масштаба сделать бы не получилось. И школьники города Видное не смогли бы принять участие в этой веселой и познавательной игре. Мы хотим еще раз в этом поучаствовать. Участница квеста Варвара учится в пятом классе. Английским языком в Language Lab девочка начала заниматься зимой этого года. За столь короткий промежуток времени она набралась много новых знаний и с уверенностью говорит, что английский в жизни ей точно пригодится. Сейчас международный язык это английский. Если его не знать, то практически ни в какую страну другую не поедешь. Непременно полученные знания ребятам пригодятся не только в школе, но и при посещении других стран. Тем более в период каникул. Юлия Погосяна, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.